...которые специалисты, и не могли найти ни Таганскую площадь конца 40-х, начало 50-х годов, ни серпуховку не нашли в интернете. Ну нет, а при чем? А разве вам не интересно посмотреть, какая Москва была в 45-м году? Прогулку совершить по Москве в 45-м, 47-м году. Разве не интересно посмотреть? Ну это интересно, да. А мне Москва уже 15-го года, она уже надоела, я каждый день ее вижу. А я родился в 47-м году, мне дорога Москва в 47-м году. Где еще увидеть ее? Ее не существует уже. Да, да нет, ее не существует, домов уже нет. Но площадей многих нет уже, людей этих живых нет, на том свете уже многие люди. Правильно, ну это было, мальчик Москва-то? Люди тогда росли, влечили тогда в то время. А она что говорит? Ну я вам сразу говорю, что, неужели вам не интересно говорить, какая она в 21-м? 65-70-м, да. Не надо ничего, все, забыли. Мы сами когда родились, когда в каком-то году, не знаю зачем, и республика уже другая стала совсем. Ее вообще ничего не интересует. А меня не интересует. И мне не только меняется, а других людей интересует. Переплетается, значит, с историей, с фотографией Москвы того времени, естественно. Ну, трамвай-то показали правильно. Ну все же, нельзя показать. Ну не все, да. А я сегодня у девушек, которая там вела, говорю, вы в следующий раз, когда будет праздник на будущем, на год или там, вот, сделайте, я просто не знаю, чтобы здесь много людей присутствует, какие-то отдадут ли мне транспортники, сделайте какую-нибудь интересную викторину по трамвай. На сахару 9 августа в прошлом году была ведь викторина, была ведь викторина. Сделали. Ведь и сейчас может быть викторинскоп, где здесь присутствует. Может быть, что-нибудь интересное, какую-то с удовольствием прослушать бы, какие-нибудь вопросы задавали бы. Ну, у них есть программа, они ее из года в год готовят. Ну, а в кобус-то сделали, викторина-то была ведь викторина. Там было интересно, я его говорила. И так же я и сказал тебе, она говорит, на будущий год, в будущем, говорит, ну, мы сделаем викторину, и все. И все. Может быть, праздник и хорошо сделали, это верно, но может быть, сделать его еще интереснее. А может быть, даже, может быть, еще на 2 часа его прогреться, хотя бы, не в 2 часа не устроили, хотя бы часов до 12, типа, часов до 4. Да я считаю, хоть так-то хорошо. Ну, хоть так, и хорошо, я согласен, хоть и на этом, согласен вполне с вами. Даже за это спасибо, что сделали, молодцы, кто там сообразил, кто эти, собой-то эти. Каждый год, вот, женщины говорят, что такое-то было субтитное передачи. Я даже, между прочим, не знал нигде. И печать-то, почему в газетах особенно мало опубликуют? По телевизору, наверное, сказали, конечно. А в газетах особенно я ничего-то не читал, не видел, чтобы было объявление, что вот до 11 апреля 2015 года на Чистофродном бульваре состоится. Да в каждом трамвае выделяли, на каждой смысл. Ну, может быть, где-то по телевизору говорили. Почему телевизору? В транспорте, в общественном говорили. Ну, а, ну, а вот мне транспортов не говорили, я с водителем сказал, говорю, а что вы не говорите-то? А, говорит, нам это не надо, мне это некогда. Вот, я этого водителю говорил, говорю, почему вы не можете пассажирам объявить, что вот будем на Чистофродном бульваре, будет парад, что трамваи в 11 апреля, в субботу. А она, водитель, махнула рукой ей на плевизор, на плевизор, на плевизор, на плевизор. Я здесь был от того, а вот, на дачу там обычно в апреле учают, я его сыну благодарен. Я посмотрел в интернете, да, в интернете, посмотрел в документальных институтах, и всего два года ведь прошло, вот, всего после окончания войны. И нигде, ни у царгашей, нигде, ни переходов, ни даже на, как это называется, этот, на горбушке, там, по картинкам, там, эти бизнесмеры, сколько, вот. А я не знал, но это фильм был, 800-лети Москвы, это позже был фильм, это уже осенью сделали картину, а это был май, видно, май или конец апреля, начало мая. Москва-сорошее будет. Причем документальный фильм, цветной ведь, ех, два года этого прошло, вот такая червая, вот, пожалуйста, кинохроника Москва, год 1947 год. Ради интереса сейчас посмотреть хронику Москвы в 1947 год. Причем в цветном варианте. Ну вы же видели, сидела женщина, а мне интересно. Ну она мне говорит, ну ей не интересно, поэтому другие, но это, ну это она сказала, другое дело. А я думаю, что вот там, большинство публики, вот, все сюда вот это посмотрели, если бы в каком кинозале бы, пятком бы набитый был бы зал. Вот, примерно около часа шел. А вы знаете, что, чем мой фильм затронулся? Посмотреть на москвичей в 1947 году. Интересно? Да. И дети, и взрослые, магазины показали. Вот я хочу, как образ, вот трамвай-то отторвать, что помимо городского транспорта, вот, магазины, как выглядели магазины, чем они торговали, как люди одевались, как вот тот же, ну как бы экскурсию, вот зашли бы вот там, вот тот же Серповской, у Нермакова, он назывался не Сирповской, он назывался Московской, Ленинский, у Нермакова назывался. Тогда Серповская площадь, это была площадь, главная площадь трамвайного движения, потому что трамвай шли и по Полянке, и шли, как Челнок там, правда, ходил, и шел по Пятницкой, поворачивал направо, и поворачивал на Большую Серповскую, шел к Даниловскому рынку туда ходил, и Бэшка ходила, блядь, по Садовому кольцу, по Валову улице, через Поведенский вокзал, и на Краснохомский мост, и через Таганку, шла туда к Курскому вокзалу. Ну что, было ведь это было? Ну кто это скроет? Ну это же было на самом деле. Вот говорят, говорят, вот бизнес, бизнес, вот приведи на этот праздник, на этот праздник, вот такие редкие фотографии Москвы, связанные с трамваями и с площадями улицы Москвы. Не надо ничего. Берут. Хочешь мне верить, хочешь мне верить, можешь мне верить, можешь верить. Ну я не говорю, не по идиотским, конечно, там, с автоматбродным ценам, но так, более доступным ценам. Все разберут. Все карточки, блядь, продаж. Вот тебе, вот скажут, ты ничего не делал, ты свой труд уложил, ты сделал, размножил там, не один пришел там вдвоем, втроем помощница была и приличные деньги бы получил бы. И все вот это дело бы на сегодняшнем празднике все бы раскупили. И вы мне это поверите. Я вам мысль такую подал, очень хорошую. Я бы сейчас за Таганскую площадь конца 40-х, начала 50-х годов, только не то, что площадь именно какой-то один вид, а площадь-то она имеет с этой точки снято, с другой точки, с третьей, с пятой, там, может быть, чтобы с разных точек было. А то хуй, у меня вот я сейчас сегодня хотел по людям показать, то он забыл фотографию Калузской площади 35-го года. Ну, только с одной точки там сняты, вот, где авангард, стоит кинотеатр, где трамвай поворачивает на сторону Серпуховки, а другая линия идет в сторону этого, вот, Крымского вала туда, он шел туда, какая-то парк культура туда, вот. Ну, это разно интересно, но это только один вид, а если бы с разных точек посмотреть, разно интересно посмотреть, ну, и не только это, а много, ведь вы знаете, а во всех говорят, горица, бизнес, бизнес, бизнес. И главное, бизнес, говорят, кто успевает если ты будешь иметь тот товар, тот будешь иметь, который интересует публике, которых focus on public, и который у тебя не будет конкурентом, вот тогда ты будешь иметь. За что? Ну, иметь будешь не за то, а потому что у тебя мозги работают, вот, и ты, и никто тебе, у тебя не будет конкурентом. Тот товар, чтобы у тебя под ногами не было никакого конкурента, никто к тебе не мешался. ты хозяин, у тебя есть то, что нет ни у кого. Вот тогда у тебя, почему мне отец всегда говорил, говорил, будет, ценят тех людей, специалистами, когда умеют чё делать то, что не умеет делать каждый. Вот таких людей ценят. Даже в капиталистической Москве, ты придёшь, начальник там не устраивает, я там платить не могу, всё, будет тебе платить. Но только ты должен делать то, что не каждый может сделать. Вот он может сделать, а другой не может ни хера делать. И он тебе будет платить столько, сколько ты его скажешь. Так, как он сейчас. Книжку привел от Саллины, quote, Joe Васильев он сказал что-то, насчет Козловску, часть Критикиковых. А его спрашивают, говорит, Козловский, а вы, Lyn, найдите другого Козловского. А они не можете найти другого Козловского. Будете платить столько, сколько он скажет. Он за концерты занимался, тоже, конечно не совсем порядочно, голос то у него хороший был, а занимался мировательством. Вот, я прямо хочу сказать, это известно. Вот. Ну, а он говорит, найдите другого Козловского, и тогда будете платить меньше, гораздо. А в Аварове с 1 hundred… Вот о чем идет речь, Вот тебе бизнес. Ты будешь знать, а другой не знает ни хуя. Вот это у тебя есть. Вот сделай, достань эти, допустим, Москва. Я вот сейчас сюда возьму, что меня интересует в московском трамвае. Я вот что-нибудь девчонке сказал. Я говорю, вы провели праздник. Я благодарен вам. Праздник, молодцы. С управлением посадочного транспорта. Все это хорошо. Я говорю, если бы книгу связали бы с типографией, намелованной бумаги, с хорошими фотографиями Москвы. Дали бы связь, конечно, имели с музеем реконструкции Москвы. И все маршруты. Начиная с конки, с лошадей. Какие ходили? Когда конка была? Где она проходила? По каким она ходила? Как вид изменялась? Когда появился другой тип вагонов? Как он выглядел? Как водитель сидел? Где сидел? Фотографии проездных билетов того времени. Какой порядок оплаты проезда был? Какие фотографии даже единых билетов? По каким маршрутам они ходили? По каким улицам? Какие маршруты ходили? Когда они были сняты? Как они видоизменялись? Когда он сняли? И как происходило видоизменение маршрутов? Вы думаете, такая книга неинтересна была? Вот провезли на этот праздник 10 тысяч экземпляров таких книг. Они на мелованной бумаге будут. Они с хорошими иллюстрациями. К примеру, допустим, книга даже по сегодняшним деньгам стоила. Но не дешево, конечно. Ну он дешево, не дешево, как хотите сказать. Пускай, допустим, рублей 600-700, может, 800 рублей. Но действительно, вы взяли в руки, вы чувствуете, что вы взяли книгу. А я вот видел, какие в библиоблогусе книги продают 400 рублей. Там смотреть не на что уже становится. Потому что охрану надо, и дворники, и уборщики, и освещение, и отопление, и аренды, и хер, знаете, все там. Там надо всем платить. Все хотят. Все ребята 30-35 лет все при галстках, тысяч 50 зарплаты. Все это ясно, понятно. Он сегодня посмотрел, обратил внимание на праздники, как выглядят сегодня работники транспорта. Многие не обратили внимания. Я вот обратил, у меня нет ни фотоаппарата, ничего. А я посмотрел, как они сейчас ухмыляются, улыбаются. Потому что, видно, зарплаты им сейчас прибавили. А транспорт это главное для власти. Они 50 рублей сделали. Я говорю, на этом месте, может, был бы даже проезд сделать не за 50 рублей, а за 100 рублей даже сделал. Еще бы лучше, у них жизнь была бы. Вот. Они сейчас все веселые транспорты. Я транспорт, это основа основа. Транспорт, связь. Вот. Это же основа власти. Транспорт будет парализован. Все, пиздец, конец, крах. Вот. Это вот, вот, хочу сказать. И вот, я говорю, вот, я девчонке сказал. Говорю, вот, и все, вот, эта история, вот, все. Вот. Вы думаете, такие бы книги, вот здесь народа было много. Вы думаете, люди бы не купили бы? Да я бы купил. Вы, может, купили. Другие купили. Да и даже такие книги хорошо бы сделали было бы. И мэра Москвы подарили, блядь, и президенту подарили, хоть он и не москвич, допустим, ни тот, ни другой. Вот. Но с удовольствием бы, да. Вот. Но только туда, конечно, надо включить не только городской транспорт, но и фотографии столицы того периода времени. Вот. И вы сами или вот со мной разговариваете, и я бы на 100% уверен. И вы бы с удовольствием такую книгу приобрели бы. Вот. И я бы взял бы, и еще другой. И все бы, сколько людей здесь было, все бы эти книги раскупили бы. Вот. Вот. Там надо было бы, конечно, вот, говорю, о чем идет речь. Ну, конечно, постараться с типографией, чтобы бумага была хорошая, раз книга дорогая, а 800 рублей сейчас уже книга не может быть очень особо шикарной, потому что я же видел, вот, зайдите в Библию, посмотрите, какие цены на книги сейчас. У тебя книга уже такая более-менее, вот, проба уже простая, и так, картон, примерно у них уже 400 примерно рублей, я посмотрел уже. А если книга в виде уже такой типа подарочного уже выпуска, там не 800 рублей уже пахнет. Там уже может пахнуть 2000 рублей. Запросто. Вот. Вот такая бы книга была. И вы знаете, какая бы книга эта интересная была? О, не то слово. То есть вы бы пришли домой, сидели в кресло бы, и как бы окунулись бы в Москву 65-70 лет тому назад. И ее и полистали, и почитали, и вас бы не оторвешь, вы, может быть, даже забыли о том, что вам надо и поспать уже. Глаза сварили до тех пор, пока у вас уже глаза не закрыли. Вот о чем я говорится. Посмотреть, как люди отдыхали, посмотреть центральный парк Горького, допустим, 47-й, 46-й год. Главный вход, как вот, совсем же ведь другой вход-то был, ведь главный вход. Два входа было. Один со стороны этого Ленинского проспекта, а другой со стороны Крымского вала. Вот. Там 10-й номер, 42-й, где сейчас театр музыки и драмы, где улица Академика Петровского, раньше, на высочный переулок. Вот. Там же трамвай 10-й, там же на этой площади круг делал трамвай. Родители с 3-х летним со мной в парк культуры ездили, жили на Пятницкой. А от подъезда прямо можно было до парка культуры доехать. Только не со стороны Крымского вала, а со стороны, вот, где метро Шабловск. Он поворачивал направо, шел на Пашабловске, а потом около филицентра, там поворачивал направо. Переулок называется Выцелочный переулок. И там переезжал, это вот, на такую улицу, где церковь, с левой стороны церковь, ресположение, ресположение, она и сейчас существует. И на этой площади он круг делал. Вот так. Один трамвай ходил от Пятницкой, от Курского вокзала 10-й, а другой ходил, 42-й, ходил туда, к этому Киевскому вокзалу. Вот. Он один поворачивал на Серпуховку, а другой шел на Крымский мост. А потом улица Чудовка назывался. И да, вот в этом фильме как раз немножко засняли кто-то в то время цветной, как выглядела улица Чудовка. Написал Дом 20. Трамвай идет по этой улице, где Крымский, где Комсомольский проспект. Тогда никакого проспекта еще не было. Вот. Какие-то там домишки стояли, там небольшая улочка была, улица была. И вот до этого, до церкви Никола. А потом по улице Льва Толстого он шел туда, на Малой Пироговской. И по Малой Пироговской шел туда, к Новодевичьему монастырю. И, значит, к Киевскому вокзалу. Вот как они ходили. Вот я какой вопрос еще поднимаю, что интересно. А ведь это уже теперь ничего не существует. Ну, показали неправильно. Ну, а кому сейчас 20 лет, откуда они это могут знать? А я вот знаю, потому что я сам еще ездил. Вот. Вот о чем я, какой я вопрос поднимаю. Я поднимаю такой вопрос, который с удовольствием многим бы это заинтересовало бы. Вот. Пригласили на этот праздник к самому мэра Москвы, и бы могли бы пригласить сюда бы. В торжественной обстановке ему даже сделать такой подарок. Но это первый том. А второй том, значит, кто-то занялся автобусом. Вот. Тоже такую же книгу сделал. А третья книга была бы «Московский троллейбус». Допустим. Ну, я почему считаю трамвай первый том? Потому что трамвай считается старейшим видом московского городского пассажира. Очень интересная была бы книга. Но только обязательно она была бы связана с фотографиями столицы того периода времени. Не может трамвай существовать просто как вагон. А он обязательно должен быть... Ну, он же ходил где-то по площадям, там по улицам ходил где-то. А там домов уже многих не существует уже. Их нет этих домов. Все. Все. Москва совершенно другая была. Да. Да. Ну, вот о чем идет. Этой женщине говорит, ну, нет, не надо, мне не надо. Да я не стал при вас ей сказать. Я мог кое-что ей сказать, но не стал я говорить. Я себя взял в руки и не стал говорить. Ну, вот я вот, я очень интересную тему поднял. А я сказал, говорю, если я что-то не добился, я говорю, сам как-нибудь хочу подъехать на Раужскую набережь, сюда, к начальству, по этому вопросу. Я хочу подняться. А если что-то там у них не получается, тогда скажу, дайте мне возможность. Я сам что-то хочу за это дело. Может, сумею, я не знаю, взяться. Но только не про три вида трамвай, только хотя бы про трамвай. Пускай мне дадут информацию, пускай дадут распоряжение там или где-то чего-то. И хочу, просто меня интересует. Потому что я был маленький, 4 года мы прожили на Пятницкой, и почему-то я был влюблен в трамвай. Хотя не совсем он удобный вид транспорта. Особенно зимой он не годится. Что троллейбов, что трамвай. Траваи, во-первых, что случится с ним. Грязи нет от него, от него все нормально. Но объехать его никто не может. Если он с ним случится, он встанет и целая вереница за ним стоит. Это первое. Потом там что-нибудь. Автобусы, самые, конечно, для зимы, это метро, естественно, на первом месте. А потом, ну, конечно, автобус. А вот это рога свалились у этого троллейбуса. А двухэтажные там вообще опрокидывались. Да, вот что будете в районе Сокольников, зайдите обязательно в Зенит. Там, значит, правда, транспорта наш, модели, вот, а производство Китай. Вот там можете посмотреть автобусы, историю наших, ну, это в виде игрушек детских, в миниатюре. Но интересно посмотреть, двухэтажный троллейбус есть. Вот магазин из этого Зенит, метро Сокольников. Вот будете, можете взять с собой фотоаппарат и прям все это снять. Но все это стоит тоже сейчас не... Ну, там такие цены, что... Ну, да, я знаю, что там цены. Ну, деньги-то сейчас другие, конечно, цены. Конечно, другие, вот, цены. А потом, почему такие цены? Да потому что их, видно, кустарные, несмотря какое количество делать. Раньше-то игрушки были какие вон, я в Звездном этом, в этом... В Таганке, магазин «Звездочка». Если какие-то игрушки, там, трамвай, что там был, там, какой-то танк или что-то машина, так все делалось из металла. Ну, как это можно сделать, допустим, пускай даже для ребенка грузовой машины, допустим, вот машина, допустим, везет там песок или все, машина сделана из пластмасса. Ну, что это? Ну, я не понимаю. Ну, как можно делать трамвай или там троллейбус из пластмасса? Ну, сделать-то можно, конечно, и чего угодно можно сделать. Можно из стекла сделать и все угодно. Ну, это же, ну, это вещь-то из металла сделана. Ну и дело. Игрушки какие были? Игрушки. Да, и еще вот помимо транспорта, еще вот хороший интересный вопрос, но это уже другой разговор. Музей игрушек детских. Ведь дети-то росли в первые послевоенные годы. Какими игрушками выпускала наша промышленность детскими? Какие детские игрушки были в 46, 47, 49 году в магазинах? Какими игрушками играли дети в первые послевоенные годы? Где этот музей? Есть в Москве такой музей? Где я ему пришел в музей? Посмотрите, я тоже был маленький, родился в 47-го, допустим. Игрушки выпускала, в магазинах продавались игрушки для детей. Какими игрушками была наша? Тогда же не было ни корейских, ни китайских, ни индийских, никаких. Их не было ничего этого. Но ведь дети-то росли, ведь дети тоже были тогда. Ведь народ-то тоже жил в то время? Или тогда не было народа совсем? Народ-то же был тоже. И глаза, и уши у него были, и голова была, и ноги были, все у него было. И народ-то другой был совсем. Все, где? Даже бутылка пивная и то отличается Какая бутылка-то, вы знаете, пивная с горлышком, какой длинной было Рижское пиво было, завод этот, Бадаевский завод И Жигулевское пиво было, этот, как это пиво, поваренный завод у нас Бадаевский, Жигулевский, Москворецкое, вот, все И Портер, и Ленинградское было Портер, этот сладковатое такое пиво Он, правда, дорогой был, вот, все Больше никаких не было, ни Клинский, ни Хренский Тогда не было никаких, никто не знал, что такие какие-то пивы Совсем-то, совсем-то много все отличия Много не только в отношении всего, а в отношении всей жизни Все по-другому было, вот И банки были, вот, шпроты продавали в 350 грамм банка Идите, купите, сейчас нет таких банок Там крупные шпроты были в банках, вот, жили у Павилецкого Сейчас вот есть шпроты 160 грамм, 250, 240 Не покупайте маленьких, потому что шпроты мелкие Они хоккиткие, там жрать нечего А уж покупайте, если раз нет, у других 240 грамм купать А то были 350, там крупные шпроты прибалкистские Как салака, такие крупные шпроты были Вот, в банках лежали 53, 55, 57 год Все же это было Аж крабы стояли прямо до потолка Вот, в магазинах рыбных Что думаете, рыбы что ли не было в 50-х годах? Вот в этом фильме, 47 год, там 48, там все показывают Что в магазинах было Что, колбасы что ли не было, что ли, да Карточки поменяли 15 декабря Закончились в 47 году Москва жила же, страна-то жила, что страна не была страны, что ли тогда? Вот, ну а зачем врать и говорить, что вот люди там не жравшие были, там люди голодали, там все Вот, да, квартирная проблема была, это верно Что люди жили, многие в бараках жили, да В коммуналках жили, да, это правильно Врать не надо, да Тогда люди в возобниках не жили Это правильно, в коммунальных квартирах жили люди Да, да, это вот верно Плохо было жильем Это вот они, это правда Была керосиновая лампка, ну, это жили на Пятницкой Ходили там, и лампу продавали, керосиновую там И всякие там, и там мышеловки, крысоловки там И черта чего там было Были, да, было, я помню еще этот магазин Вот, это, да, там и веревки там всякие, там и хозяйственное мыло там И там, ну, разные все принадлежности было, да Вот в 50-е, в первом, 52-й год А в том, когда Серпуховке сняли трамвай Встал круг, он делает возле этой перообразцовой типографии Имени, тогда Жданова она называлась Уже он на Серпуховку уже не выходил Он поворачивал, круг делал, и там их потом А потом и там сняли Он ходил по Пятницкой, поворачивал на Новокузнецкую Вот, а потом и из Пятницкой Он же ходил по Осипенко, вот, улица А сейчас называется Содомническая улица, да А сейчас Асануку назвали Комиссариатский мост Ну, вот, на улице называется Содомническая, понимаете? Так иногда Асануку сделали так Асануку следующая, Асанука, Содомническая улица А сейчас называется Асанука не Содомническая улица А Комиссариатский мост назвали Вот так, не знаю почему Вот, ну, ведь было же, ну, было Ну, что на самом деле, ну, что на самом деле Вот, сегодня, что мне понравилось Зашел в один вагон, посмотрел эти кассовые аппараты Когда люди 3 копейки опускали, ну, вот, за билет Ну, было, ну, что, ну, врать-то не надо На самом деле было Бывает, люди опустят гривенник, а потом стоят возле кассы Говорят, вы, знаете, вы 3 копеечки не бросайте Вы 3 копеечки не бросайте С двух человек возьмешь 3 копейки Ну, если кто, надо было И еще из третьего копеечку еще возьмешь Знаешь, получается 2 трешки копеек и 1 копейку Знаешь, получается 7 копеек Вот, он билет отрывает А 10 копеек запустил Да, ну, не 50 рублей Блин, на сколько же раз сейчас, вот, 5 копеек, 3 копейки было А еще 50 рублей Вот, на праздник еще надо было, бляд сказать Вот Поэтому они сегодня такие все нарядные были Работники Мосбуртранса Я всегда все обратил внимание Не надо Для меня он и праздник, это, конечно, хорошо все Но здесь все здесь И праздник, и политика здесь все вместе Надо быть человеком, прежде всего, а не обормонтан Надо на все смотреть, реально, на вещи Надо быть прежде человеком в любой обстановке И раньше, и теперь Вот там машины были лезликовые Написано было, милиция, с гербом Советского Союза Правильно, правильно Вот эти милицейские машины А герб Советского Союза на машинах-то Они российские, вот И написано, милиция, но не полиция Тогда надо перешивать теперь все обмундирование Эти милиции-то Они теперь не ОМОН ведь называется, а ОПОН Теперь же полиция Правильно ведь? Ну, если формально, то... Ну, а что, им надо перешивать, она на спине будет уже ОПОН называется Вот, вот А на Геннаде Ричу, оппозиции, он называет Впереди букву ГЭС ставит Получается, как ОПОН Так оно и получается А как ты его начинаешь критиковать, так тебя ругают Говорят, говорят, это, говорит, провокатор Нельзя Геннадия Андреевича критиковать Надо его по головке гладить Его гладят определенные люди по головке С ним нет и работать уже не хотят Раньше его как-то считали А сейчас его многие не считают Потому что эта митинговщина уже надоела всем Люди уже рвет от этой митинговщины Которая продолжается 23 года 23 года Они даже вот части Минститута Победы отмечают А вот что бы интересно по телевизору каждый день бы показывали для нового поколения Хотя бы по звезде и по другим каналам Показали бы, как ситуация на фронте складывалась У нас сейчас, нашей страны, со стороны Советской Армии И что творилось в Берлине у Гитлера Вот в апреле, когда уже война к концу кончалась Посмотреть, как Рейх доживал последние свои Когда он подыхал, по сути дела, свои часы последние Вот это было интересно посмотреть А немцы, между прочим, снимали даже в катастрофическом положении Ситуацию И сколько, и какие силы гитлеровцев были брошены на защиту Берлина В апреле 16 апреля будет историческая дата 70 лет свет прожекторов Когда началась весна на Одере Когда 140 этих зенитных прожекторов Стали светить гитлеровцам глаза Вот 16 апреля будет 70-й годовщина Историческая дата, между прочим Что, вот, пробуйте телевизор, включите их 16 апреля Посмотрите, скажут что-нибудь или не скажут Не знаю, об этой дате А ведь очень интересно было посмотреть И с нашу сторону, и со стороны противника А сейчас поставили артистскую здесь Хорошая, может, девчонка, мне понравилась Вот, я еще не смотрел этот фильм, новый фильм, только вы знаете Битву за Севастополь А не задумываешься, почему этот фильм сделали? Потому что Путин попросил, наверное Вы же знаете, 18 маршинского годовщина Присоединение там Ну вот, ну вот, ну вот, вот про Севастополь Но ведь, где Севастополь, правильно, город-герой Это верно, все правильно Но ведь в Великой Отечественной война-то заключалась Не только в Севастополе Я понимаю, что это герой и город, парк заслуженный Все правильно, ну вот, вот, вот сделали К 70-летию Россия сделала фильм о Севастополе Спецзащите Вот, девчонку подобрали, приятная такая девчонка Не знаю, я еще не смотрел Это на экран со 2 апреля И потом в Москве, говорю, что нельзя сделать кинотеатр Отечественных советских фильмов Которые для старшего поколения Старый, просто в этом кинотеатре Где и цены были бы там эти условно приемлемы Для пенсионеров недорого стоили бы И специально сделаны кинотеатры Только для картин 30-х, 40-х, 50-х И отечественных причем Вот, ведь есть же публика Еще не все же на том свете Ведь еще остались публика Можно ведь было сделать Можно было сделать Но ни-ни-ни Власт не хочет делать Вот, это же не транспорт Да И цены, чтобы были Почему в Лизионе билет идет Днем билет по 50 рублей всего Я здесь ходил 19 марта Смотрел «Гибель Титаника» А ведь это трофейный фильм немецкий Ну, там в зале было 15 всего А ведь хороший фильм, замечательный фильм А Германия ведь поставила 42-го года картина Очень хорошая картина 50 рублей всего билет Вот в Лизионе В Сталинской высотке Вот так что-то изредка Когда-нибудь туда заходите Не в сам кинотеатр А около кинотеатра там записывают книжечку С левой стороны с первого 15 число А с правой стороны репертарь фильмов с 16-го Там по 30-й, по 31-й Вот И там много хороших картин Много Одно дело в том, что у вас есть интернет Есть мобильник То есть вот есть там эти DVD там есть Это понятно, что вы можете долго смотреть Ну, смотря Но кинотеатр после капитального ремонта Там хорошие, так уютные Ну, конечно, не то время, что 30 лет назад Там народ ходил Потому что сейчас у многих все это есть А вечерние билеты 200 рублей Вечерние билеты 200 рублей Да, но там бывают и лекции интересные Причем там лекции бывают такие, что лектор любит работу И он никому это не по бумажке считает А он рассказывает те данные, которые он знает Которые неизвестны широкой публике Вот он, допустим, знает А вот так сумеет Свои лекции Что публику завораживает Он малоизвестные вещи, которые публика не знает А он интересуется, допустим, знает Он никогда ни по каким конспектам Ни по каким бумажкам ничего не читает Один, правда, из них умер А в другом уже лет 75-76 Но он говорит, не всегда приезжает Потому что бывает себя плохо чувствует Он не приезжает Но любит свою работу Вот в Сталинской высотке Я бы сказал так, привет Вот иметь в виду Когда смотреть не будете Просто, когда будете, так вот досудить Зайдите, посмотрите, что там показывают Там кинотеатры посудил в музее Да, но только вот фотографировать там нельзя Иначе только украсочкой где-то Какой-то доставать надо обязательно Потому что там в этом фойе кинотеатра Висят звезды молодые наших артистов И, с другой стороны, там звезды зарубежных Но когда они были молодые Когда они были красивые Вот у них эта съемка запрещена И рюкзаки, тележки, сумки большие Саквояжи тоже не пускают Кто там, блядь, придет мешочник С мешками грязные там, нахуй И в кинотеатр их не пускают А пенсионеров, конечно, опрятно одеты Пустой Но скажут, что я пенсия маленькая И все, ну она махнет рукой И так проходит Вот в таком духе Поэтому очень много, много, очень интересно Много череса Не только в горе в отношении транспорта А в отношении всего И вот Я бы с удовольствием сейчас бы Если бы кто-то снял бы Какой-то фильм документальный Допустим, по парку культуры Горького Прогулялся В 47-й, 50-й, там, в 3-й, 54-й год Просто посмотреть документальное кино Там же была площадка аттракционов Петля Нестера, Мельман был Летающие люди многие Там было два колеса обозрения Одно колесо было старое Его потом разобрали А потом в 57-м году Время фестиваля Новый сделали Его сняли лет 7-8 Ну сейчас сняли, мне его понятно Почему его сняли? Потому что сейчас его нельзя оставлять Потому что я сейчас Не пойму с чего Женщина сидит с маленьким ребенком Вот А молодежь полупьяная И начнут, блядь, на высоте 50 метров Находится Эту люльку раскачивают Они ни черта не соображают Что они делают Вот И там становится уже страшно Вы сами понимаете Что может произойти На высоте 50 метров Вот Вот высотой И с ребенком может плохо быть И с женщиной может плохо И один раз там вообще Аттракцион испортился Там не остановилось Что-то там случилось И колесо очень Минут 15 вращалось Там люди орали Что-то случилось Ну не, без остановок Минут 15 колесо вращалось Вот И там вот такое Потом и находится Видно это дело Дали команду И закрыли это дело Потому что там что-то случилось Не знаю Ну потом вот все уварили Все, она остановилась Но людям было плохо Там некоторых пришлось В больницу забирать 15 минут Колесо работало И не без остановки Как вы думаете Страшно это или не страшно Если колесо вращалось И не останавливалось А ведь оно идет Оно мелко А потом туда И вот так вот 50 метров высота Вы сами понимаете Что такое 50 метров Объяснять вам не надо Хороший был парк В 47-й Ну и в 47-й Я не могу сказать Я только родился А вот в 51-й 52-й Детская площадка была хорошая А сколько был там Шахматный Клуб там был Шахматный Там играли И Гроссмейстеры Приезжали туда В сеансы Одновременной игры Отец говорит В 36-м Перед войной Он был там Еще мальчишка Говорит Парнишка Ботвинника Молодого Обыграл Когда он Выиграл Ну Ботвинник Тогда был тоже не чемпион Конечно Но там Мастер по шахматам В общем 16-летний подросток Его обыграл Но это еще до войны Было Интересно Что от нас Оттого Сейчас Ничего Мы не знаем И другие Так же парки Ведь люди Так же Время проводили Так же Люди отдыхали Люди Развлекались Людей Так же Праздник Был Тогда Много Чего Было Конечно Что Траваев до сих пор Еще не зашла Не пустили Смотри Сколько мы с вами Разговариваем А ни одного Траваев Сюда нет Еще Потому что Время Сколько Прошло Народ Траваев до сих пор Нет Донские бани На шапке Сломали Напротив Была Академия Бомброва Она сейчас Заня Существует Там Университет Дружбы Народов Напротив Бывшего Крематория А сейчас Это Какой Институт Сделают Там же Была Военно-инженерная Академия Улица Орженитита Траваев Ходит Туда К этому Станкозавода Орженитита Метро Ленинский Проспект Знаете В конце Шапок Сейчас Бани Сломали Донские Бани Баня Билет 20 Копейка Сейчас Не знаю Там Сейчас Для Пенсионер Каких Баня Билет 300 Рублей И то Раз В неделю Об определенный Час Только Не Не Целый День А Только Скажут Один Час По Вторник Или Среду Раз В Неделю Мы Можем Прики Там Помыться Там Билет А Остальное Я не знаю Сколько Билет Баня Стоит Помыслить Не Могу Сказать Не Знаю Смотрю Они У них Все Разбирают Даже Не Знаю Чего У У Книжка Есть Про Катюш Сказать Что Затого Здесь На Водах Попать Сюда Класс 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 На футболке Надо Что-нибудь Сделать Но Конечно За такую Футболку Сейчас Попадешь Вот Пожалуйста Сталин За голову Сказал Сталин Глядит На Россию С того Света Вот Он Видишь Он В ужас Пришел Блять Смотрит На всех Новодворск Здесь Гельцин Горбачев Чубай Гайдар Морда Хрюшка Вот Этот Любимый Учитель Нашего Путина Собчак Медведь Путин Вот Он Что Говорит Сталин Шутит Нашим Собчак 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 Подождите Я Еще Верну Я Наведу У вас Порядок Вашей Демократической России Я Уже В пути Ждите Меня Товарищи Под силу Путину Старим Сталином Вот В чем Вопрос Может Памятник Подскажет Как Это Сделать Продолжается Обсуждение Вопроса После Сталинской Руководящей Мелочь У ног Вождя Вот После Сталина Я Уже Говорит Ждите Меня Товарищ Он С автоматом Нахуй Вот Так Вы Ждите Я Сейчас С вами Разберусь Вот Запорожцы Стали Не только Имя России Но и Коллективное Имя Запорожских Казаков Вот Вот Здесь Пишут Насчет Рвачества Этого Козловского Вот Здесь Солист Большого Театра Знаменитый Лирический Тенор Козловский Обратился К Сталину С просьбой Разрешить Ему Поехать За границу Я никогда Не был За рубежом Хотел бы Там Отдохнуть А меня Не пускают Почему Наверное Думает Что я Не вернусь Неужели Вы Действительно Сбежите Что Вы Товарищ Сталин Мне Родное Село Дороже Чем Все За границей Вместе Взятые Вот Поезжайте Отдыхать В родное Село Певец Иван Семенович Козловский Был не просто Талант И любимец Публики По нему Сходили с ума У него Стали Появляться Капризность И тяга К баснословным Гонорарам Дошло до того Что руководители Концертных Организаций Пожаловали Сеосифову За непомерные Суммы Которые Артист Требовал За исполнение На концерте Даже Одной Единственной Вещи Арии Романца Сталин Недослужив Предложил А вы Заведите Себе Другого Такого Козловского По другой Версии Сталин Спросил А у вас Есть еще Хотя бы Один Козловский Нет Тогда чего Вы жалуетесь Пока не вырастили Не выучили И не имеете Другого Платите Вот так Вопрос Стоит Нет Другого Платите Столько Сколько Он скажет Вот я Поэтому Скал Не про Козловского Я говорю Про специалиста Специалист Приходит Демократия И говорит Я хочу Получать Такую Зарплату А то Рассказывает Так Приходит Молодежь Приходит К начальнику Сколько Вы хотите Получать Он говорит Я хочу 40 тысяч Получать А что Вы умеете Делать А я Нихуя Не умею Ничего Делать Мне 40 тысяч Нужна Зарплата Вот как Молодежь А я Ничего Делать Не умею Мне 40 тысяч Плати И все И я буду Здесь Макдональдс Засидеть С утра До ночи Вот Макдональдс Был в Бордовутин Магазин Сделали Макдональдс Для молодежи Кто здесь Молодежь Ошивается С утра До вечера В этом Макдональдс Сидит А я Ничего Не умею Делать Мне 40 тысяч Нужна Зарплата Все Вот Ничего Не надо Ну хуя Мне нужны Это идиот Что ли Ну хуя Мне нужны Заводы Заводы Нахуй Не нужны Все Это было При той власти Сейчас купил За рот Продал За пять Все Вот по такому Принципу Живет Все Россия Вот так А власть Тоже этим Ремесловым Это поддержит Это дело Она и Это нравится Потому что Кремлевские чиновники И высшие руководства Там тоже Таким же Ремесловым Занимаются Только еще Похлеще Они целой Плеяду Этих людей Вырастили уже И держатся За счет Силовых структур Которые могут И голову пробить Тебе И убить Тебе нахуй Совсем Я это знаю Я был Первый мая 1993 года Видел Как Было Мордобой Я сам Был Свидетелем Видел Там Они даже Своего Случайно Задавили Вы знаете Первый мая Случайно Это все На Ленинской проспект Это было Все это было Еще было До расстрела Верховного завета Там каждый год Собираются Сейчас 4 октября На метро 905 года Ежегодно По выходным дням То есть Если выходной день То где-то Что в 11 Будет Там 12 Митинга Если это в рабочие дни То с понедельника До 5 То значит Будет Уже Значит К вечеру Часа в 4 В этом году Будет суббота Вот значит Будет Днем Метро Улица 905 года Каждый год 4 октября Первый мая Октябрьская площадь Калужская Вот Девятого мая На Пушкинской площади Вот И то Сейчас стали гонять По Петровке Не стали Не разрешать По улице Горького Но Разница в том Что Здесь собираются У Маркса У гостиницы Этой Метрополии А 9 Мая Только На Лубянке Там уже Договоренность С властью 7 ноября Тоже По этой Блядь На Пушкинской И Один раз Сейчас хоть По Петровке А то Один раз Маханули Блядь Демонстрацию Устроили по тротуару Вдоль Елисейского Магазина Чуть-чуть Немножко от тротуара Чуть-чуть Загородочку Делали И до монеты Плохи Демонстрация Шла Прямо по тротуару Ну что за еб 7 ноября Ну осталось Старшее поколение Все Ну зачем же Тоже Какая же Демонстрация По тротуару Как же Разница Не насмешна А это там Что Зюганов Такое говно Зюганов Боль здоров Сейчас кроет Кремлёк Пишет А я Не считаю Коммунистом Да Он и является Официально А Кобыл Коммунистом Я Даже не Хвост и грил Кроет Хвост и грил Нашего дорогого Геннана Андреевича Да много Никогда он Бежкоммунистом Наквояние Никогда и не был А с участием Народа Преступления Элит Там даже Так плава Называется Что народ Сам преступником Да Да Кублик Не про власть Говорю А про публику Какие же преступники Они Подворствуют Всему Что в стране Происходит В чём трагедия В стране Заключается Праздник Со слезами На глазах А то Что облюбовали Это поклонные горы Я знаю Что На поклонной горе Все будут 9 мая Вся Кублика Власть Дюгановские люди Неизвестно Где будут В Куеве В Куеве Сталины Они боятся Они даже Мёртвого Не успокоят А ведь 25 лет будет В этом году 70-е Годовщина Победа Отмечается Да А на будущий год Будут отмечать Опять будет Юбилейная дата Только уже Трагическая дата Будет 75 лет Начало Великой Отечества Ничего Вот так оно и получается В год пройдёт Пойна пошла не 4 года А 5 лет Если была она 5 лет То Вот она 9 мая Была круглая дата Окончание войны И через месяц Была круглая дата Начала войны Так как война 4 года была А не 5 Война будет На будущий год 22 июня 2016 года 75 лет будет Уже 75-й год Уже начало Великой Отечества Так что Вот так вот Старухи кричат Нам не нужен Путин Нам бы Сталина живого Вот так они А ты такой прям Воспомнику Сомнева Пожалуйста Так и говорят Они нету Ни скрывают Нам не нужен Путин Нам бы Сталина живого Разбежала бы В разные стороны Вся эта демократия Куда глаза глядят Кто бы удрал бы Кто не удрал бы Книга здесь Крозет купил недавно Уже в эти Не оппозиционные А уже власти Вся публика Разбежалась в разные стороны Куда глаза глядят Кто бы на Колумбу поехал А кто на тот съезд Если в Сталина воскрес Вот я и закончил Все это демократия Кто успел избежать Сбежали в Шиньбуке Если бы в стране порядок был бы Может быть такого не было А так как Сталин вспоминает Там же видишь В стране И отец мне говорит На хуй мне нужны эти 18 тысяч пенсий Говорят Ручи дали мне бы 132 рубля И оставили те цены Которые были до 90-го года А там были где деньги были На хуй мне хоть нужны эти 18 тысяч Которые на пересмерти получили Что я не знаю Ну а уже эти 18 тысяч Что толк Что они на это тысяч О чем они говорят Ни хуя ни о чем не говорят Он говорит Я жил в 55-м году Неплохо У меня все было И я голодный не ходил И ты не надо врать Что ты голодный ходил Что там что-то там не было Все было В магазине Магазины продукты были Он не говорит про 45-е годы Он говорит про 55-е годы Я же мы жили У повелевского вокзала Напротив троурного поезда В скверик-то до сих пор Никого не пускают Ни хуя На этот скверик У повелевского вокзала Там сделали У троурного этого Где поезд стоял Поезд нам куда-то угнал Ельцин туда На 5-го горки Куда-то там нашли А там значит Какой-то музей Сделали железнодорожного транспорта А на скверик-то закрыт Никого не пускают туда Повелевский вокзал Знаете? Не, ну знаю, конечно Не пускают на скверик Никого Не только в музее Вообще не пускают Я не знаю Какая причина Черт знает Не знаю Когда-нибудь В районе повелевского вокзала Вон пустили За троурный Первый троуай мы увидели Может быть я тоже ретро пришел Нет? Ретро Ретро еще ходит Нормально Вон первый троуай Женщина пришел только Идите Не знаю какой пришел Ретро Так что будешь в районе повелевского Посмотрите Что? Вот имейте ввиду 9 мая приходите к Большому театру Михаил Ножкин бывает приходит туда Песни поют лирические Там все время праздник есть праздник Традиционное место встречи Ветерану конечно там Кот наплакал будет Но уж там нет ветерана Которым лет по 80 Считают себя ветераны Нажрутся где-то, напьются И на медали какие-то железки Навешают на себя Уже 70 лет не может никакому быть ветерану Естественно, сами понимаете И 80 лет не может быть Сейчас ветеран самый молодой Должен быть лет 95 примерно 93 Вот это более-менее Еще туда-сюда А 70-80 В 8 лет не может быть ветеран Какой там ветеран? Если только войну он закончил в 10 лет Не знаю Мальчишка 10-летний Вот если он уже, да Вы знаете, что в 44 году На фронт уже ребят молодых Вообще не брали Но там на учебу еще кто-то там был А потому что уже неинтересно Ну зачем ребят погибать Когда и так уже военных хватило Сила была у нас в перевесе И войска были И все уже В конце войны уже молодняк не брали Нет, ну брали в армию Но на учебу там все Но в боевых действиях Они по сути не принимали участие Так что вот запомните 9 мая каждый год На скверике у Большого театра Это традиционное место встречи Каждый год День Победы 9 мая Скверик Большого театра Знаете Большой театр? Да, вот знаете Вот имейте в виду Собираются 9 мая на этой На Пушкинской сейчас Раньше собирались у Белорусского Потом сократили маршрут Он на Маяковке Потом и Маяковку сократили Сейчас на Пушкинской Там у Киоте от России Там увидят Наверное, какие работают Вот Где пойдут? По улице или Горько пойдут? Не знаю, где там что Обращался из Юганова к этому Путину Сказал, знаешь Это Владимир Давай в этом году Загнаться этим нахуй Загнать Чтобы больше не загораживать Этот мавзолей Вот Не надо этого делать Вот не знаю как А почему мавзолей загораживают Им неудобно На мавзолеи они не полезут Не полезут А ставить возле мавзолея Какую-то деревянную Маленькую трибунку Вроде Некрасиво А на мавзолеи они не хотят Они же противники Они сначала открыли Тогда На мавзолеи сами не лазили Что сделала молодежь Молодежь лазила на трибуну И там бывало Дурака валяло А сейчас они с другой стороны Сделали Решетки сделали На замках Туда ты на трибуну Направить Молодежь Потому что там закрыто Там закрыли Все Ну так он был А как это будет в этом году Я не знаю И потом вы знаете Сегодня проходило с двух сторон А сейчас там часом Как она Получается что Техника идет Только в одну сторону Второй стране Она пройти Это не может Там же вы же Знаме знаете Что там сделать А на манежной Вы сами знаете Там сделали Подземный город Там же Там площадь Хроник Посмотрите Парад Победы 24 июня 45 года Там же Почень была Какая-свобода Там вся техника Вся была Заставлена Этой площадью И плюс еще Техника Техники было еще До Белорусского Горького Еще техник Вы поймите Сколько было техники Если Если техника Была до Белорусского По всю улицу Горького И плюс еще На Манежной площади Техника стояла Когда был Парад Победы Парад Победы Хроника Осталось все это В истории Никто же не скрывает И что Жуков-то Рассказал На Параде Победы Выступление Жуков-то было Но власть Это не хочет Неприятно Хотя 70-е годовщина Это неприятно Он сказал Что победил Советский Социалистический строй Большевистской партии В главе Там Ну конечно Препознател Сколько Салинов Вратный Все Знаешь Это было И никто Это не скрывает Нельзя Сказать Что-то не было Что-то Мете Ввиду Так что Если у вас DVD есть Дома Вот Кассеты Покупать А если Есть интернет Один говорит На хер мне Нужить Теперь эти Кассеты Когда Теперь Я По интернету Могу Что угодно Смотреть Нечего Мне Даже Дома Эти Кассеты Раньше Ленточные Кассеты Потом стали диски А сейчас Мне и диски Не нужны А все В интернете Есть Ну а что Что нет По сути Там много Много Есть Но не все Конечно Но много Ценной информации Очень много Вот так что До свидания Вот я вам сказал Первый мая Это Октябрьская площадь Калужская Где памятник Ленина Это где-то Девять часов утра Начало Начало Десятого Знаете Метро Калужская Кольцевая Не Не Калужская Это Который Беляева А Октябрьская Станция Метро Я помню Первого мая И вот По улице Дельхи Киманка Там Через Большой Каменный Мост Вот так Идет Демонстрация Первого мая А девятый Я вам сказал На Пушкинской площади А четвертого Октября Метро Девятьсот Пятого Года Каждый год Рабочие дни Вечером Где-то Четав Четыре Там Если Это с понедельника До пять А если Выходные Дни Так В этом году Будет Суббота Значит Днем Что в одиннадцать Посмотрите Сколько там Народа Вообще Посмотрите Сами не можете Знаешь С вами знаком Кто может Да И В августе Смотрите За информацией Приходите На Сахарова Будет парад Автобусов Да Я был В прошлом году Там была Викторина Кое-чего Мелочок Там Я кое-что Выиграл Ну ладно Не важно Вот И Парад Автобусов А где Будет парад В ноябре Будет парад Троллейбус А почему Троллейбус А где парад Троллейбус Будет Я не знаю Ну узнаем Где Узнаем Говорю Понятно А троллейбус Связан с проводами Они говорят Еще будет парад Троллейбус Но это в ноябре Будет Ну за свидание Всего доброго Спасибо Что с вами Поговорил Тогда И вам Спасибо Так что Приходите На Калужскую Клощ Если можете Когда И все время Будет Поговорять Спасибо Ну а парад Трамваев Думаю Если вас Увидит Книжку Они обещали Может сделают На будущий год Спасибо Будет уже не С 116 А 117 Ох Старая Трамваев Продолжение следует... Поговорю Нет Поговорю 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 Похожую Р Солю Трамву Поговорю Ох Поговорю Музыка Продолжение следует...